Тема нашей сегодняшней передачи «Проложи новый путь в мыслях своих». Илона говорила о ДНК Бога в нас. У нас внутри есть божественная ДНК, полное присутствие Бога в нас. Она говорила, если вы поймете, кто живет внутри вас, то вы изумитесь. Правда, когда вы поймете, что Бог полностью присутствует в нас, вы возрадуетесь. Петер же углубился еще дальше и объяснил нам, что мы совершенно новые создания. У нас внутри Иисус, и Он победил в нас грехи и слабости. Если мы знаем, кто мы, мы не станем опускаться ниже, снова грешиться. Не будем же мы снова возвращаться в рабство, живя на свободе. Мы в Иисусе, и вместе с Иисусом воскресли к новой жизни, и мы живем на свободе. Мы не залатанные и обновленные. Не старые, заново покрашенные машины, выезжающие из гаража. Мы стали совершенно новыми. Здесь возникает вопрос, как же это возможно, что мы стали абсолютно другими. Вы совершенно не чувствуете, что живете как победитель. Как же это возможно? Вы изо дня в день слышите, что вы такой же, как Иисус. Вы более чем просто победитель, что у вас внутри ДНК Бога, но вы до сих пор не прочувствовали этого в своей жизни. Я тоже долго задумывался об этом. Я видел правду в Слове Божьем, но я не ощущал ее в моей жизни. Я все еще боролся с чувством собственной неполноценности. Я хотел быть тем, кем я не был, иногда даже пребывал в удрученном состоянии. Я жил от момента к моменту воскресенья днем, я приходил из церкви домой, полный веры. Я был полон энтузиазма, но были и моменты тревоги. И наоборот, несмотря на то, что в Библии не раз говорится, кто я есть, я уже не в первый раз слышал, кем я стал. Новое создание, победитель, единый с Иисусом, полностью обновленный, любимый ребенок Господа, у которого есть возможность жить вечно. В Библии, в послании к Колосиным говорится, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Ветхий человек, как говорил Петер, уже умер, его больше нет. Он больше не воскреснет к жизни. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Хорошая новость, ваша жизнь надежно сокрыта со Христом в Боге Отца. Наш дух совершенно новый, поэтому мы и есть абсолютно новые создания со всеми вытекающими последствиями. У нас есть надежда, вера, любовь, мир, радость. Все это надежно сокрыто в Иисусе. Только наши мысли еще не полностью обновлены. Мы все еще думаем по-старому. Наши мысли иногда такие же, как и у тех людей, которыми мы когда-то были. Наш мозг играет с нами. Злые шутки. Он говорит нам, что мы те же люди, что были раньше. Наши мысли — это то место, где происходит борьба. Интересно, что дети совершенно не испытывают подобного. Я имею в виду, когда они наряжаются в костюмы, то они по-настоящему чувствуют себя героями. Недавно Майло, мой сын, пришел ко мне переодетым в костюм Супермена и закричал «Я Супермен!» И в тот момент, конечно, один из его братьев, как всегда, извительно заметил. «Нет, ты не Супермен, а Человек-паук!» Майло разозлился и изо всех сил закричал «Я Супермен!» Знаете, в конце концов, я поверил ему. Хайди купила костюм, который был немного великоват мальчишкам и немного маловат мне, и я взял с собой доказательства этого Супермена. Смешную фотографию, которую и хочу сейчас вам показать. Мы — Супермены. Я, конечно, тоже должен был поучаствовать в этом маскараде. Когда дети надевают новую курточку, также и в Библии описывается это состояние. Итак, давайте вместе прочитаем послание Колоссанам. Тут сказано «Совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Это и случилось тогда, когда мы обратились в веру, когда нас крестили. Наш ветхий человек остался позади. Наша старая куртка осталась в могиле под водой с Иисусом, и мы надели новую куртку. Когда воскресли из воды в новой жизни с Иисусом. Знаете, как легко дети перевоплощаются в того, чей костюм они надевают. И как же нам, взрослым, это бывает трудно сделать. Я совсем не чувствовал себя Суперменом в этом костюме. Я был далек от этого. В мыслях я не был готов им стать, то есть бегать по улице, как Супермен, и смешить проходящих мимо старичков. В действительности мы иногда похожи на главного героя книги Кроха. Я, Дадыр, зачитал эту книгу. Если вы меня ночью разбудите, я могу первые строки даже наизусть рассказать. Главный герой Кроха — это мальчик, который живет на улице, и с ним происходят разные приключения. Он живет у госпожи Костер, который его еще во младенчестве дала мать. Она не могла о нем заботиться. Мальчик часто ночевал на улице, потому что он не заработал денег, и госпожа Костер прогоняла его из дому за это. Перед смертью госпожа Костер рассказала мальчику, что у него есть отец и мать. Я немного сокращу этот длинный рассказ. Мальчик еще долго жил на улице, но потом он все-таки находит свою маму, которая стала знатной богатой дамой, живущей в огромном особняке. В самом конце его отец приезжает из Америки, и вся семья снова вместе. У Крохи есть мама и папа, он живет сразу же в большом доме, носит новую одежду, его волосы аккуратно подстрижены, новая кепка, прислуга вокруг него. Он выглядит ухоженным и аккуратным, у него началась совсем другая жизнь. Но внутри он все еще обиженный беспризорник, которому лучше всего на улице. Несмотря на то, что мы совершенно новые создания, мы все еще думаем так же, как и прежде. Мы остаемся заложниками своих старых мыслей. Мы стали благородными, но думаем все еще как тот самый Крохом. Знаете, я вам хочу сказать, что наша жизнь движется в направлении самой сильной мысли. Другими словами, как вы живете, определяет ваш образ мыслей. То, что мы делаем, вытекает из самых сильных внутренних убеждений. Вы так стараетесь выглядеть подтянутыми к лету. Но, несмотря на благую цель, вечером вы все равно ищете что-нибудь вкусненькое у вас в холодильнике. Виновен. Или же вы хотите быть терпимее к вашим близким, к мужу или жене, не заводиться с полуоборота, и все равно с ваших уст срываются одни и те же слова. Еще пример. Вы обещаете себе, что в этот раз отстоите свои интересы на работе. И все равно происходит так, как всегда. Петер об этом уже говорил, приводя пример с апостолом Павлом. То, чего не желаю, я делаю, а то, чего желаю, того не делаю. Ваш ум испытывает трудности, прокладывая путь к истинной свободе. Ваш образ мыслей годами формировался под влиянием вашего воспитания, того, что вам говорилось, вашим окружением, вашими мыслями. Я хочу здесь еще кое о чем упомянуть. Наш образ мыслей автоматически склоняется к негативу. Вы, скорее всего, будете думать об одной ошибке, чем о пяти плюсах, которых вы успели достичь. Наш ум постоянно склоняется к негативному. Ученые открыли, что мы в течение нашей жизни закладываем в наших мыслях разные жизненные пути и сценарии. В нашем мозге формируются разные нейроны, как только мы начинаем о чем-то думать. Они, по сути, строят мосты между собой. Знаете, ваши мысли настолько сильны, что структура вашего мозга меняется под влиянием ваших мыслей. На этой неделе я прочитал одно высказывание «И измените свои мысли», вот тогда вы измените свою жизнь. Так что же происходит? Когда мосты строятся, то каждый раз, когда у вас возникает одна и та же мысль, то эти пути и мосты становятся все сильнее. Представьте себе поле с красивыми цветами, с высокой травой, по которой еще никто не ходил. Но как только вы прокладываете маршрут, у вас появляется свой путь. Если вы один раз прошли по нему, он еще плохо виден. Трава и цветы снова поднимаются кверху, и ваши следы не видны. Но если вы по этому пути сто раз пройдете, тогда тропинка будет видна. Там даже ничего расти больше не будет. И другие люди будут ходить по этой тропинке. Знаете, точно так же работает наш мозг. Наши мозги научены ходить по определенным путям. Прежде всего, ходить по тем путям, по которым вы уже проходили. Теперь вы понимаете, что когда вы решаете есть меньше сладкого, но ваш мозг все равно подсказывает вам съесть шоколадный батончик. Или же вы решили быть по-настоящему терпеливым с вашими детьми, но как только что-то идет не так, вы снова взрываетесь. Нам мозг за долю секунды выбирает проторенную дорожку, по которой мы как раз не хотим идти. Павел говорил об этом тысячу лет назад в послании к римлянам. «И не сообразуйтесь с веком си, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Я этот текст еще с английского языка перевел. «Путь не формируется по образцу мира сего, но изменяется посредством изменения мыслей своих». Тогда только вы превратитесь в нового человека. Нам не надо меняться. Стоит лишь изменить свой образ мышления. Другими словами, вы проходите полную трансформацию посредством изменения ваших мыслей. Вы уже новое создание. Но если вы измените свой образ мыслей, то вы увидите, как эти изменения произойдут в вашей жизни. Единственное, это отнимает время и требует усилий. Почему? Потому что наш мозг запрограммирован выбирать самый легкий путь. Какой же самый легкий путь? Это тот путь, по которому вы все эти годы шли. Я несколько лет назад был в Замбии. Прекрасная страна с водопадом Виктория. Большая часть населения все еще живет в глуши, в круглых глиняных хижинах. Чтобы попасть туда, вам нужно пройти много километров пешком, пробираясь через заросли кустарников. Гид советовал нам обуть сапоги, потому что там водятся ядовитые змеи. Прекрасная идея, конечно, погулять там. Что же мы делаем? Мы выбираем всегда уже существующую годами протоптанную людьми тропинку. Никто даже и не думал пойти новым путем. Зачем? Новая тропинка еще неизвестна. Нужно слишком много усилий затратить, чтобы проложить ее. Кроме того, в высокой траве вас могут подстерегать разные опасности. Знаете, точно так же работает наш мозг. Если бы наш мозг умел говорить, то мы бы услышали следующее от него. «Зачем тебе что-то новое?» Мы же всегда здесь ходили. «Это самый легкий путь. Давай же еще последний разок». А вот в следующий раз мы сделаем по-другому. А в следующий раз мы сделаем действительно по-другому. Но в следующий раз вы снова будете думать в этом же ключе. И даже когда пройдут года, вы будете думать по-прежнему. И это вас не приведет туда, где вы бы хотели быть. Павел в послании к кремлинам говорит, «Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир». Главный вопрос – в каком направлении вы хотите идти, к чему вы хотите прийти в своей жизни, о чем ваши мысли, о жизни или о смерти, что они несут в вашу жизнь. Если мы посмотрим на наше прошлое, то мы увидим наш способ мышления. Ведь то, чем наполнены ваши мысли, так или иначе отразится на вашей жизни. Что же вы видите? Жизнь или смерть? Новое создание или же прежнюю жизнь? Свою ДНК или божественную ДНК? Смерть в форме разочарования вашей жизни, подавленности, страха, беспокойства, бессилия и апатии? Или же вы видите жизнь в форме победы, счастья, надежды, мудрости, благодарности, мира и любви? В ваших мыслях преобладает надежда или же отчаяние? Ваши мысли наполнены беспокойством или верой? Знаете, дороги, по которым блуждают наши мысли, большей частью определяют, куда мы придем. Где бы мы ни были в нашей жизни, у нас у всех в мыслях есть дороги, не ведущие нас к становлению нашего нового человека. Дороги, которые полностью не раскрывают наш потенциал. Для кого-то это может быть борьба с зависимостью, для другого это мысль о том, что он должен соответствовать определенным стандартам. который он сам себе придумал. А для третьего мысли — это трамплин, от которых он отталкивается в трудную минуту. На каком бы этапе вашего пути к Богу вы ни находились, всегда есть место для того, чтобы изменить ваши мысли. Как же вам создать новые пути в мыслях своих? Как же вам начать думать на уровне нового ДНК? Как нам начать ходить по новым дорогам, чтобы прочувствовать все то, что нам приготовил Иисус? Все то, что Он для нас сделал. Знаете, это проще, чем вам кажется. Это одновременно труднее. Чем вы думаете? Да, подумаете вы, я в этом не разберусь. Это труднее, потому что сразу позитивные мысли не придут к вам в голову в воскресенье днем и полностью не поменяют вашу жизнь. Знаете, это отнимает время и требует усилий. Ученые даже предполагают, что вам нужно подумать новую мысль до 10 тысяч раз, чтобы она отложилась в вашей памяти и воплотилась в жизнь. Поэтому и сложно, что вам нужно продолжать ваши усилия, чтобы правда смогла проникнуть в вашу жизнь. Но у меня есть и хорошие новости. И это как раз то, что проще, чем вы думаете. Потому что Слово Божие нам дает конкретный инструмент для изменения наших мыслей. Давайте же на него посмотрим и выведем три конкретных шага. В послании к Коринфянам говорится, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Об этом нам говорил Петер. Несмотря на то, что мы обычные люди, имеющие душу и тело, мы стали еще и духовными. В нас есть дух. Поэтому мы больше не боремся с плоти. На прошлой неделе Петер сказал, «Ни один волос на моей духовной голове не думает, чтобы возвратиться к жизни грешника. Мы живем другой жизнью, жизнью духовной». И он продолжает, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Павел говорит о нашем воинствовании. Другими словами, мы все ведем борьбу, потому что мы все еще в этом мире. Наши мысли и желания еще не исполнились. Но, говорится в Библии, наше оружие сильное благодаря Господу. И слово «сильное» используется здесь в динамике, чтобы взорвать наши старые модели поведения и мысли старые бастионы. А вы, может быть, задаетесь вопросом, «А что за бастионы?» «Бастионы» — это то, за что мы крепко держимся в наших мыслях. Они похожи на окруженный стенами город, вокруг которого вырыт ров. Можно сказать, это укрепившийся образ мышления, оказывающий влияние на ваши чувства и действия. Бастион — это образ мыслей, держащий вас в плену там, откуда вы хотите вырваться. Библия говорит, что у нас есть сильное орудие от Бога, все побеждающие — Слово Божие. Павел далее говорит. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Здесь я расскажу вам о трех конкретных шагах, которые мы можем предпринять, чтобы создать новые пути в своих мыслях. Первый шаг — осознайте то, о чем вы думаете. Если вы не знаете, с каким врагом вы боретесь, вы не сможете его победить. Знаете ли вы те пути, по которым вы неосознанно ходите, но они не приводят вас к свободе? Что это за пути, по которым вы ходите, но они не приводят вас туда, куда вы хотите прийти? Как же вы откроете для себя эти пути? Как понять свой устойчивый образ мыслей? Наверное, каждому будет трудно отследить, о чем же вы в этот момент думаете. Но если вы будете наблюдать за своими действиями, то вы свой ход мыслей поймете. Когда вы смотрите на то, что вы делаете, вы можете спросить себя, действительно ли вы этого хотите? И как же так случилось, что я пришел к этому? Какой путь и какая мысль привела меня сюда? Хотите ли вы заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь? Если же вы отвечаете себе «нет», зачем же вы продолжаете делать то, что делаете? Зачем вы ходите по одному и тому же следу? Знаете, если вы посмотрите, то поймете, почему вы не хотите действовать. Может быть, вы думаете о том, как выглядеть хорошим в глазах других людей. И поэтому вы снова делали это. Вы не прямо об этом думаете, но где-то в глубине именно эта мысль стоит за вашими поступками. А может быть, это синдром упущенной выгоды? Поэтому вы и выбрали просто делать то или иное дело. Может быть, страх, что вы будете отвергнуты, руководил вашими поступками. Мысль о том, что вас отвергнут, очень сильна и толкает вас к прежним поступкам. Ведь вы боитесь идти по новому пути. Потому что если вы повернете туда, там вы можете встретить змей. То есть, если вы посмотрите на свои поступки, в чем же заключается устоявшийся образ мыслей, который вас подталкивает к этому выбору? Что это за мысли, которые неосознанно крутятся в вашей голове? Они не всегда открыто кричат, но вы слышите их в форме противного голоса в вашей голове. И чаще всего они всплывают на поверхность, когда что-то идет не так. Когда вы устали, когда на вас навалилось много дел, когда вам трудно. Вот в такие моменты этот голос начинает звучать громче и показывается на поверхности. Я подошел ко второму пункту. Напомню первый. Осознайте то, о чем вы думаете. Второй. Подчиняйте себе свои мысли. И еще раз зачитаю из Библии. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». В этом стихе есть ключ к преодолению дезориентирующих вас мыслей. Мы ловим каждую мысль. Как же нам это сделать? Библия тут же дает нам ответ на наш вопрос. Мы приводим их в послушание Христу. Вы спросите меня, «А что это означает привести к послушанию Христу?» «Привести к послушанию» значит признать власть и авторитет. Другими словами, насколько сильно завладеет эта мысль вами? «Привести к послушанию» значит подавить эту мысль более сильным авторитетом. Кто обладает самым сильным авторитетом среди нас? Это Иисус Христос, «Которому подчиняются все силы земные и небесные». Его авторитет самый сильный во всей вселенной, всего сущего. Знаете, нет ничего выше Его, сильнее Его, могущественнее Его, Иисуса Христа. Я подхожу к третьему шагу. Объясните правду. Иисус сам говорит об этом в Евангелии от Иоанна. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Знаете, ключ к истинной свободе лежит в правде. До тех пор, пока правда и свет стоят на первом месте в ваших мыслях, вы будете свободны. Пока мы нашими мыслями и разумом будем понимать, кто такой Иисус и кто мы есть в Нем, жизнь будет течь и струиться. В тот самый момент вы увидите изменения в вашей жизни. Как же правде выйти на первое место в ваших мыслях? Как вы будете прокладывать вместе с правдой новые пути? Посредством проговаривания вслух Слова Правды и власти ее над вашей жизнью. Как только враг попробует заново захватить вас, вы начинаете говорить, кто вы есть в Иисусе Христе. Библия говорит, что вера приходит через Слово Божие. То есть, вместе с тем, как вы говорите правду, провозгласите власть правды над вашей жизнью, чтобы ваши уши слышали это, а ваш мозг обработал эти мысли. Знаете, если вы будете продолжать делать это, то новые пути откроются перед вами. А Слово Божие будет преобладать в вашей жизни. Когда вы настраиваете ваши мысли на Слово Божие, Святой Дух начинает менять вашу жизнь. И еще раз, когда вы настраиваете ваши мысли на Слово Божие, Святой Дух начинает менять вашу жизнь. Какие бы мысли ни крутились в вашей голове, о чем бы вы ни думали, даже если вы уже годами боретесь с зависимостью, и вы думаете, что вам никогда с этим не справиться, все мысли, которые не позволяют вам идти вперед и осложняют вашу жизнь, все пути, к которым вы привыкли и по которым вы годами ходите, подчинятся Слову Божьему, могущему разрушить любой путь, любой бастион для создания новых путей и нового образа мыслей. Никогда не бывает слишком поздно, в вашей жизни не должно быть отчаяния, через правду вы ощутите, что Иисус уже давно сделал для вас, то, что уже давно записано в вашей новой ДНК, в этом наша огромная сила, мы знаем, что Иисус сделал для нас уже сейчас, и мы знаем, что наш самый лучший день еще впереди. Иисус будет вечно управлять нашей землей, и мы будем рядом с ним. Я хочу подбодрить вас не сдаваться, не опускать руки вашей ситуации, а на этой неделе определить одну устойчивую мысль, которая отклоняется от правды, отклоняется от вашей новой ДНК. Одна мысль, говорящая вам, что вы тот самый кроха, а не благородный человек. А затем эту мысль привести к послушанию нашему Господу, специально прочитав Слово Божие и объяснив тем самым вашу личную ситуацию. До тех пор, пока правда не принесет вам свободу, до тех пор, пока свет не осветит вашу жизнь. Когда мы сделаем это, то прочувствуем нашу новую ДНК в нашей жизни. Давайте все вместе возьмем Слово в нашу жизнь. Может быть, вы слушаете нас, и до сих пор у вас нет уверенности, что Отец Небесный любит вас. А вы слышите Слово и до сих пор не знаете, что вы дитя Господа, и что Слово Его правда для вас. Тогда сегодня тот самый день, чтобы сделать шаг и впустить Бога в свою жизнь. Сегодня тот самый день, чтобы отказаться от прежней жизни и начать жизнь вместе с Богом. Я хочу жить и знать, что буду иметь вечную жизнь. Если я говорю про вас, то скажите вслух или же про себя, или же можете поднять свою руку, откликнитесь в чате, скажите, что вы хотите жить в Иисусе. Это самый подходящий момент, чтобы увидеть, как навсегда поменяется ваша жизнь. Открыть вашу жизнь и до краев наполнить ее божественной ДНК. Поэтому помолитесь сейчас вместе со мною. Давайте помолимся вместе. Где бы вы ни находились сейчас, любимый Отец, благодарим тебя за любовь к нам. Я веряю тебе свою жизнь, мой Иисус. Я прошу тебя, приди в мою жизнь. Наполни меня, чтобы я смог начать новую жизнь. Я благодарю тебя за то, что ты простил все мои ошибки. Я благодарю тебя за то, что ты был распят. Прежде всего, за мои грехи, чтобы я осознал, что я и есть ребенок Господа, твой сын, твоя дочь. И я буду жить вечно. Аминь. Аминь.